О, заснал вас, спил. Добрый день. Мирте, Катя. Приветствую. Так добралась? Слава Христу, Богополучно. Слава Богу. Могли вис тут. Вперед слева поеду. Ага, давай, брат. Баул не детский, да, Сергей Павлович? Кто-то говорит, у меня в 2 раза больше не было. Катя Николаевич попросил пообедать, приходи сразу, чтобы до службы успеть. Он хочет с тобой пообщаться. Хорошо. Ага. Вон, звонок у нее вверху. Как дорога попутчики? Вообще, слава Богу, и... Были беседы такие? Беседы, свидетельства. Но я уже не так активно говорила о Христе, потому что, когда я ехала в Москву, меня принимали за свидетельцу. Наконец-то! 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 Ну, спаси, Христос, тебя за все. Давай. Ну, иначе, значит, так сказала Надежда Васильевна, чтобы пообедала и к нам сразу пришла, до службы еще. Хорошо. Ну, на сколько... Ну, все, Катя, у вас раз погасит. Как я ей сказала, я говорю, все, она сейчас из вагона выходит. Я говорю, она говорит, когда Катенька приедет? Я говорю, вот уже без 20, она вышла из вагона, сейчас минут 10-15 проем. Все. То мы двое суток ждали, трое, а сейчас уже минутки остались. Я говорю, ждем, ждем, и точно. Как мы почитали, точно, раз, два, три. Все. Спаси, Христос. Давай, проходи скорее. Ну, все, с Богом. Я стала выйти вместо... Спасибо, Христос. Все, с Богом. Ага, ждем, Катенька. С пирогом встретить. Катенька, Катенька, смотри, какой короб красивый тебе сделал. Спаси, Христос. Подожгла. С рыбой, конечно. Давай. Будем сейчас рыбу есть. Ну, ладно, с Богом. Слава Богу. Спасибо, Христос. Слава Богу. Слава Христос. Все, закрывайтесь. Ну, вот, слава Богу. Господь услышал молитвы. Катя приехала. Слава Христос. Давайте, открывайте. Быстро. Миро, Игнать, Игнатьевич. Сейчас Надежда Васильевна еще подойдет. Так, три поклона кладите. Ну, что говорят. Мир дому сему. Мир дому сему. Приветствую. Пасхи Христос. Мир вам. Так, вот эта была можно и не кланиться. Да. Все, проходите вперед. У нас время совсем нет. Холодно, холодно. Надо разуться. Надо, подскажи. И вот вам валеночки дам. Надень, чтобы ноги не мерзли. Да, да, да. А, большие валенки. Вот, вот. Сейчас, церковь пойдем. Вот это вот комнатная. Туда голыми ногами не ставь. Сюда, сюда, переступай. Вот так. Это территория улицы. Грязь. О-о-о-о. Вот это мне вообще не нравится. Пятиконечные звезды на ребенке. Ну, это ж не мы делаем. Убрать. Убрать. А как их убрать? Масонские знаки на ребенке. Сразу. Вон она где. Давай. Давай наверх. Сейчас ты залезешь. Ну, давай-ка. Так, так, берись. Так. О, молодец у меня. Она лазит так хорошо. Так, быстро сюда. Скидывай с тебя эту шубу. Хорошо. Не замерзешь. Так, молимся. Так, Галерия. Тебе надо вот сюда встать и помолимся вместе. Пойдем. Пойдешь поиграть. Пойдем, помолимся. Нет. Все, вот здесь вот. Стань, стой здесь. На ножки встанешь? Отец наш небесный, мы просим Твоего благословения на эту беседу. Устрои все по воле Твоей, Святой. Не наша воля, но Твоя, да будет во всем. Путеводи нами, Духом Твоим, Святым. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, садитесь, сестры. Сюда. Так, садитесь. Давайте. Значит, что, у нас служба четырех. У нас время есть, но минут 20 можем поговорить. Доехала благополучно. Да, Господь. Так, ты знаешь, я не дослышу, говори громко, чтобы я слышал. Потом мне приходится потом прослушивать, я тогда дослушиваю на записи. Так, ты не против, что у нас все записывается? Нет. У нас секретов нет. Секреты при себе оставь. Значит, суть вот какая. Ты мне писала о том, что ты хотела быть членом крестовозвиженской общины, найти евангельских православных христиан и ходить на благовестие. Это твои слова? Да, я писала. Это все может быть получено или быстро, или долго. Долго пройдет время. Как правило, у нас идет из человека, мы проверяем. И в оглашенные это примем еще не сразу, даже в оглашенные пока посмотрим, годин нет. А тебе вопросы все отпадают. Ты приняла крещение, мы тебя знаем. За тобой не числится ничего, кроме того, что ты уехал и переписывались. Ну, я батюшке сегодня рассказал, показал нашу переписку с тобой. Он говорит, ну, пускай побудет там месяц-другой-то, ну, а потом уже в общину там подаст заявление, будем решать. Я говорю, батюшка, я ходатайствую, ты ездишь через две недели, ей что знать? Они ему больше ничего не узнаем, она вся здесь, как и есть. Это человек полностью содревший, чтобы быть у нас в общине. Значит, я батюшке все это по порядку рассказал. Ты готова к причастию? Да, готова. Значит, ты можешь сегодня с нами, я пойду, после службы покормила, и все. Мы сейчас идем на богослужение, тебе показывают, где женская половина в церкви стоять. Ну, ты вперед пройдешь, там, где сестры стоят. У нас не положено, ты знаешь, потеряльки были, не ходить там, не переступать, ноги держать прямо. А не так вот, как некоторые держат, ногу подгибают. Вот, это не на фотосессии, там, на блудных танцплощадках, перед Богом напряженно стоять. Мы заходим всегда на 7 минут, раньше объявляется, где зашли, встали, даже не крестимся с 7 минут, пока не откроются царские врата. Кто не зашел, значит, ждут в притворье. Вот у нас коридор такой. Это главные такие порядки. Останови, я тебе расскажу. Надежда Васильевна. Шторки должны быть все закрыты так, вот, это я закрыл, чтобы отсвета не было, иначе съемки нельзя делать. Абсолютно ни грамма, ниоткуда не видать. До этих пор одна шторка, там вторая, тут она видна, вторая шторка. Двери должны быть всегда заперты. Задвижка на двери закрыта. На двери, говорю, это крючки все закрыты. На упечке закрыта, чтобы я не уходила. Ты это ознакомишься, это такое простое дело. Нет, я буду следить за этим. Ты готова, чтобы тебе все это рассказали? Да. Трудностей нет? Что, сохранение жизни? Я сказала, правильно. Да, Надежда Васильевна уже многое рассказала. А? Надежда Васильевна уже многое рассказала. Ну, вот, все рассказала. Я забочу сейчас о храме. Мы идем, пораньше придем, заходят, все остальное понятно. На богослужении побудем, батюшка объявит, что сейчас исповедь будет. У нас исповедь отдельно идет, в отдельном помещении. Когда она с двумя дверями, двумя, это часть храма, туда заходят, там исповедуются, другие двери выходят и опять заходят. Считаются каноны перед причастной молитвой. Я не знаю, сколько будет, я всегда стараюсь первую неделю попасть, потому что неизвестно, что будет дальше. Я тебе советую быть сегодня на исповеди, завтра причаститься, если тебе ничто не мешает. Что мешает? Непримиренность с кем-то и женская нечистота. Это вот два момента для женщины, для мужчины то же самое. Если ты готова, значит дальше. Это сразу ускоряет решение твоего вопроса. Завтра же я ставлю вопрос о принятии тебя в общину, договорюсь, где тебя прописать. Но это практически почти все. И далее выдадим тебе документ, когда закон никакой яровой уже на тебя не будет падать. У нас зарегистрирована община, мы выдаем документ на благовестие. Ты решаешь все буквально в один день. Сегодня уж полдня осталось. Я настаиваю просто на том, что откладывать нельзя. Дальше неизвестно, что будет и как. И батюшка приезжает и не всегда бывает и здоров. Это хоть и редко так бывает. Ты мой план принимаешь? Да. Это план, который позволит тебе, говорится, уже стоять как есть. Право голоса в общине будешь иметь только через год. Тут уже ничего не сделаешь. Это устав. Устав и тут уже никак нет. А это здесь не уставное то, что я говорю. А именно жизненная ситуация так сложилась, что ты приезжаешь уже готовая. У нас принимало крещение. А тебе все знаем. Ты видел, как тебя тут любят. Галя отзывалась о твоей работе. Я сейчас могу ошибиться. То ли на общем собрании принимает, или церковно-приходской совет. Кто решает-то? По североятности церковно-приходской совет решает. А принять и в общину. Ну и все остальное уже тут будет видно. Где прописать? У меня прописки, я могу прописать многих, но мне нельзя этого делать. Нельзя, просто нельзя. Уже делали, я кое-как их там выписал. Меня столько высчитывали. Мы поговорим с кем-то. Я, говоришь, по неразумию своему начал людей прописывать. А мне как жахнули, у меня, говорится, пенсии не хватает. А они разъехались, их нигде нет, я не могу найти. Кто в Америку, кто, говорит, в Грузию. Меня подставили-то как здесь. А люди, которые живут где-то на окраине, там проще. Значит, любой конфликт с Надеждой Васильевной или что-то неладное решать только здесь. Друг с другом не припираться, не пикироваться. Это ничего не даст. Я вам поставлю все на место. Это здесь, это на сколько дней ты отдаешь ее. Я не совсем согласен, что она здесь, потому что у нее мать-отец неверующая. И что с девчонкой случится, это не рад ни чему будешь. Они пьяни свои матершинники. Ну, где у дяди она находится, он ее сюда толкает и... Ну, пока как есть. Особенно смотреть, чтобы она к печке нигде не подошла. Топят когда. Я боюсь, как огня. Не дай бог она споткнется, а дверка до красна накаляется. И она на всю жизнь получит это. Шрам, тут тебе не хватит жизни твоей. Жизнь это может копейка одна осталась. Вот что самое-самое главное. Это сегодня и завтра два дня. Чтобы ты после занятий уже могла выйти с братьями на благовестие. Выходит раздача Евангелия и дальше с кем беседовать. Ну, а прописка это уже на неделе, там с кем-то будет. А еще насчет работы это тоже. Тут есть биржа труда. Можно будет потом пойти туда, когда прописано будешь. Не раньше. А прописка это тоже, ну, там день какой-то займет. Надежда Васильевна, я тебе разрешаю помочь. Поехать в прописка и проще. А в епархии можно? А? В епархии. Вот я в Марфо-Маринской обители облачения шила. Можно ли как-то здесь тоже в епархии? В епархии работать? Да. Если ты считаешь нужен, пожалуйста. У нас полная свобода. Это значит, у нас там одна работает, и ты можешь через нее уже подойти. У нас просто не то, что хорошее, отличное отношение с местным митрополитом Сергием. Ну, только смотри, чтобы у тебя в трудовой был стаж. Ты сегодня скажешь, надо, не надо, а там где-то просидишь. У ребят вот сейчас нету где-то. Ну, там в конце что-то будет. Они все время на подхвате, наши ребята. Потом на разных работах. Этот работает, там, квартиры там ремонтирует, а этот у Игоря там планы какие-то ощертить сложно на золотых приисках. То есть у нас без дела никто не бывает. Значит, дальше. Рабочий день начинается у нас в 4.40. Готова ты к этому? Нет. Ну, я попробовала. В 4.40 никаких. Если в 4.40 не встаешь, мы расстанемся в один день. Ты можешь, когда помолимся, вернешься, на первых порах трудно, можешь прилечь. Или лучше всего сидя где-то. Вечером ложись, когда тебе надо. В 9 ложись. Ну, в 9 до 4, это у тебя почти 8 часов, это супер хватает. Так что на это дело надо смотреть. У тебя какая-то аппаратура есть, там, вот эта, электроника? Да. Ну, вот у нее, Надежда, там, к ней не подходи. У нее всякая техника горит. Почему? Потому что не выключает. Вот я сейчас выхожу, и сразу выключаю, и сколько времени нет. А она у нее так, сама на кухне, а там она у нее идет. И магнатафон, и все ломалось. Просьба, нигде не оговаривайся. В первую очередь, Надежда Васильевна. Я сколько ты еще не приехала, я ей предсказывал. Я остаюсь тот же, меняйся ты. Самооправдание не люблю. Женщина, чтобы знала свое место. Под каплучников не терплю. Я их загоняю под каблук другой. Братья говорят, полное молчание. Слово Божие, кто бы ни считал, любой сектант, полное молчание, пока он не просчитает бессалкование. Почему? Говорит Господь, а не сектант. У нас свобода. Ты скажешь, а у меня душа просто рвется, я была у баптистов когда-то, хотела посмотреть. Должна сказать, и это тебе удовлетворение будет. Сходишь с кем, отделенная есть с нашими братьями и проще. Поняла? То есть такой свободы нигде больше ты не получишь. Я хочу к старобряцам, к мусульманам. Мужчина у них там, а женщин там нету. Туда не попадешь. Но у нас это свобода. Но никогда одному не ходить. Ходить со старшими, с опытными, чтобы люди молились. Лично я не советую, но если такое, ну уж не втерпешь замуж, ну тогда деваться некуда. Ты знаешь, как пишется это, какие слова. Ну вот, в основном, это все. Значит, место укажи, чтобы не посягать на ее место. Для вещей вот у нас у каждого выделено место. Кровать. В течение часа вы после сна не заправлять, чтобы выветрилось. А потом заправила как можешь. Никаких тряпок. Штор я не люблю, нигде не люблю. Где много людей, мужчин и женщин, там шторка нужна. А вы только двое. Тут никого больше нет. Из того, что я сказал, что-нибудь есть неприемлемое? Ну, все понятно. Согласна с этим. Ну, вопросов тогда никаких не будет. Ко мне вопросы какие? Вопросов пока нет. Можно потом попозже подойдет? Попозже, да. Можно. Ну, на этом я не буду вас больше задерживать. Это самое главное. Батюшка у нас, он не отдаленный от народа, он с народом вместе. Я не говорю про испать. Вообще, в любое время ты можешь, когда приезжает, отдельно с ним зайти и побеседовать, рассказать и прочее. У него отдельно тут есть комарка, дверь открыта, там люди приходят и заходят. Если ничего нет, у меня ничего нет. Надежда Васильевна, это дочь твоя. А ты относись к ней как к маме. И у вас будет жизнь, она такая, которой не стыдно будет. Дальше. Никого к себе не приглашать, самых близких родных, вплоть до матери. А отца без совета со мной. Это твердое правило, которое никогда не меняется. У меня жил Игорь Дебунов, 14 лет за стенкой, вот за этой же, где Надежда Васильевна. У него приезжал отец, мать, он ни разу, они не зашли сюда, пока он не предупредил. Я сказал уже Игорь, да в любое время. Но первое правило, он держал лучше моего. И поэтому 14 лет, Игорь, это серьезный мужик. И у нас не было ни одного скандала, никогда. И ушел мирно. Вот какое дело, сначала строится. А эти двое ребят с нами, ты их обоих знаешь, братья Володя и Никита. С ними можно жить. Жить в смысле, не скандалить. Чтоб никто не привязался к словам моим. Все у меня. Молимся, благодарим Бога. Так, пойдем помолимся с нами вместе. Сейчас мы помолимся и пойдете домой. Вот сюда, давай. Вот она у меня, умница моя. Вот она. Ты на ножки можешь? А, на коленочке. Ну, ладно. Никита, мы молиться будем. У нас иконы там, когда можете повернуться. Отец наш небесный, любящий Создатель. Мы просим во имя Иисуса Христа, благослови нас и совместное житие. Открой наше сердце для принятия полноты Духа Твоего Святого. И дары, которые Ты дал нам таланты, помоги умножить во славу Твою. Побуди всех на благовестие. Ибо без святого благовестия нет истинной жизни. Все мертвое вокруг. Да не будет этого с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во славу Божию. Давай-ка слезем. Вот все. Так, уберите дороги быстренько, Никита. Все, одевайтесь. Придешь, держаться, смотри за мной. Игнатий, мы пойдем в церковь. Все? В церковь пойдем. В церковь же пойдем. Ну, сейчас пойдем в церковь, я и говорю. Все? А потом домой. Так, я сейчас. Пришли. Продолжение следует. Продолжение следует.